Доброе здоровье! Красивые волосы, блестящие, здоровые. Это мечта каждого человека. Недаром с древних времен хорошая девичья коса считалась признаком не только красоты, но и хорошего здоровья. И в нашей сегодняшней программе мы узнаем рецепты для укрепления и роста волос. А также у нас будут травяные настои для ополаскивания волос от обладательницы косы в 2,5 метра. Как назовем нашу программу? Волосы, зеркало, здоровье. Геннадий Петрович, начало лунной спуске. Сегодня 23 июня. Среда, 12 лунные сутки. Они начинаются в 10 часов 15 минут. Сегодня активно сердце. Поэтому рекомендую сократить количество чашек кофе или крепкого чая. Крепкий чай обладает сильными вяжущими свойствами, которые вредно отражаются на работе сердца. Кофе подстегивает работу сердца, наличием кофеина, что тоже вредно. Физическую нагрузку ограничьте прогулкой и в течение дня сохраняйте спокойствие. Я хочу пригласить к нам в студию всеми любимую актрису, для которой волосы всегда были предметом ее гордости. Встречайте, у нас сегодня в гостях народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна, здравствуйте. Мы соскучились, у вас давно не было на нашей программе. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Самая известная блондинка в русском кино. Да, такой титул у вас был. А когда вы приезжали за границу, писали, русская Мерлин Монро приехала к нам. Ну, это было очень давно. С очередной картиной. Ирина Петровна, я знаю, что какая-то проблема сейчас появилась с волосами, в это трудно поверить. Нет, на секундочку, она всегда существовала. Я думаю, что вообще мои волосы, слава богу, что вообще есть на голове. Потому что вот здесь два цвета стоит, да? Вот и такой был, и такой был. То есть бесконечная краска? Бесконечная, конечно, конечно. У меня был фильм, например, «Сладкое слово свобода», где нужно было играть латиноамериканку, и ни одна краска, вот с любыми названиями, она все равно давала какой-то рыжий-коричневый оттенок. И житель сказал, нет, мне нужно черные, как смоль черные. Нашли Урзол. Это не реклама, это не название фирмы. Это, мне кажется, что-то между керосином и, я не знаю, бензином и какой-то еще жуткой гадостью. Вот это что-то такое вонючее, страшно тягучее намазали на голову. Действительно стало вот такого черного цвета, из сине-черного. Но что потом происходило, это уже отдельный рассказ. Надо было потом из этого цвета выходить в течение нескольких лет, чтобы снова вернуться вот в этот блонд. Кирина Петровна, я с интересом слушаю, потому что я, наоборот, никогда не крашусь. Мне никто не верит, что я даже не пользуюсь элементарными какими-то, я не знаю, там, оболазки. Нет, я верю. Я же тебя знаю всю жизнь. Ну, конечно. Более того, я считаю, что природа-то, она все-таки очень мудрая. Редко можно найти тот образ, который сильнее, чем то, что дала тебе природа. Без сомнения. Ну, знаете, я с детства другого цвета. Я коричневые, две такие косы. И когда я первый раз пришла на Масфильм на пробу, и мне одна женщина сказала, Ириш, тебе нужно посветлить волосы. Я прихожу к маме. Я пришла к маме. Мама взяла ромашку. Вот это, когда они еще были сильные, здоровые, молодые. Она взяла ромашку. И сначала вот меня выцветило этой ромашкой. И вдруг вот на фоне коричневых волос, это то, что сегодня очень модно делают специальные вот эти прядочки, вдруг заиграли. Ну, дальше больше, а дальше возник имидж, конечно, уже мой, к которому все привыкли. Уже не откажешься. Уже все. Я всю жизнь не меняюсь. Но я знаю, что какая-то диета была неудачно подобрана. Что случилось с волосами? Что это? Вы знаете, не только с волосами, с костями, с ногтями, со всем. Знаете, очень хотелось худеть. Я избрала один из методов, вот это раздельное питание. Ушел весь творог, молоко, мне все было нельзя. Все молочные продукты. Все молочные продукты, которые я обожаю. И как-то вдруг оно вот все чувствует, все начинает сыпаться. И теперь я уже, вот уже наученная вашей программой, не скрою. Я всегда ее смотрю. Это правда. Спасибо, Велик. Надо есть все. Вот ваш Геннадий Петрович всегда это говорит. Надо есть все. И как только начинаешь как бы в балансе, вот все, что необходимо... Потому что сделать это правильно, в нужном количестве, в нужное время... Наверное, как-то что-то восстанавливается. Даже для моего возраста, даже для моей профессии, где постоянно... Насилие идет надеем. Чипцы, постоянное мытье, бесконечные бигуди, бесконцентные... Надо... Ну, это работа такая. Это одна часть из, как бы сказать, данности профессии. Какой уход. Леночка, знаете, вот у моей мамы, почему я все не вспоминаю, потому что все идет, конечно, из детства. Вот моя мамулька, вот у нее были такие волосы. Вот. Это, знаете, кому сказать? Ведь это война. Это послевоенная. А это до войны у мамы вот такие были волосы. Я думаю, что, конечно, это генетика, прежде всего, волосы. И, конечно, это внутреннее здоровье. Это без сомнений. И знаете еще, какой я открыл секрет? Например, очень зависит от воды. Как мыть голову, например. У нас было газовое отопление в доме. Я купила себе бак. Вы не представляете, какая разница между водой, которая идет общая из-под крана, горячая, и та, которая идет из бака. Потому что, во-первых, она фильтрованная. Во-вторых, она почти что кипяченая. То есть, практически, человек, если нет даже бака, он может мыть нормально кипяченой водой. Совершенно другие волосы. Они становятся совершенно другого качества. И, конечно же, вот у моей мамы, например, всегда была буханка хлеба черного в банке с водой, с кипятком. И этот черный хлеб, вот эта вот вся жижа. Иногда можно ее втереть, а иногда просто смывать. Это совершенно потрясающий эффект. Это правда. Вы как раз сказали хорошие фразы о воде, что вот вода имеет очень большое значение. Но вы ее используете в мягкую воду. Не жесткую, которая идет с водопровода, а мягкую воду для мытья волос. Это отлично. И вот очень хорошо, если мы с вами будем пить воду, настойную на кремнии. Потому что кремнии основное такое вещество, которое дает красоту волосам, ногтям и коже. Это очень важно. Воду наставим на кремнии. На кремнии, да? И получается удивительная вода. Во-первых, она очищается. Во-вторых, она насыщается полезными веществами. И, в-третьих, она благоприятно действует на организм. Ее можно пить? Конечно. Именно пить надо. А голову как хорошо ополаскивать такой водой? И голову можно ополаскивать. Значит, сколько пить? Желательно от 6 до 7 стаканов. Это будет очень хорошо как раз организм. И промывается, и насыщается. Далее вы говорили, использовали диету, в которой, оказывается, отсутствовали те вещества, которые строят наши волосы. То есть там, опять-таки, отсутствовал кремний и отсутствовала сера. Поэтому надо насыщать свой организм такими продуктами, которые содержат. А где? А это же, прежде всего, вы говорите, творог, творожок обязательно. Можно, значит, дальше лук, чеснок. Очень полезно есть болгарский перец. Давайте пройдем к самому, Геннадий Петрович. Сколько у вас здесь всякой вкуснятины, все то, что необходимо, я так думаю, что вот для ногтей, которые, слава богу, теперь уже живые у нас. То есть у нас и грудка должна быть, белки нужны? Нужны для того, чтобы строились. Ну, это вот. И яйца. То, что вот пока здесь есть, вот это то, что я ем. И крупа нужна у нас. Да? Это кто у нас? Это проделок. Крупа, да. И зелень. Зелень. Очень люблю вас. Вот единственное, что я мало ем, конечно, гукурузы, но, наверное, вот. Она полезная. Укрепляет наши зубы. Естественно, то, что укрепляет зубы, будет укреплять и наши волосы. Все, новая жизнь. Присаживайся, пожалуйста. Наша следующая героиня за месяц избавилась от 20 лишних килограммов. И как это отразилось на здоровье ее волос, мы сейчас с вами узнаем в печати. У нас сегодня в гостях актриса Алла Довлатова. Аллочка, здравствуйте. Доброе здоровье. Здравствуйте. Похвастайтесь. Ну, какая стройная и красивая. Ну, действительно, позади все проблемы. Это же счастье. Ну, счастье, когда вообще нет проблем, конечно. Но, с другой стороны, наверное, скучно. Аллочка, присаживайтесь, прошу вас. А почему понадобилось вот так вот резко сбросить вес? Роль какая-нибудь? А, нет, не роль. А это было, когда я первый раз рожала свою старшую дочь. Я тогда ничего не понимала. 24 года мне было. И я сколько хотела, столько ела. В результате прибавка в весе была 20 килограмм. У меня через полтора месяца был юбилей. 25 лет. Там в концертном зале мы устраивали такую программу со съемкой. В общем, хотелось. Это было в Петербурге. Мне хотелось, конечно, выглядеть очень хорошо. И я сразу пошла в спортзал. Ну, не сразу, там, через пару недель, как разрешили. Села на диету, там, грамотную, гречневый продел, несоленый, с кефиром. Ну, вроде бы, как бы килограммы уходят, уходят, уходят. И вот, наверное, возник ступор такой, плюс 8 килограммов. И тогда я решила на кардинальные меры пойти. Дело было летом. И я стала есть свежие огурцы. То есть я отказалась полностью от мяса и вообще от всех-всех-всех продуктов, которые, наверное, нужно в рацион добавлять. Ну, вообще ничего не ела. Это длилось где-то на протяжении месяца. Да, я похудела. Эти 8 килограмм слетели. То есть буквально, наверное, неделю я вот так промучилась. Потом я уже вошла в этот режим, и килограммы пошли снова вниз, вниз. И я вдруг чувствую, что у меня совсем беда какая-то с волосами. То есть вот я беру, соберу расческу, и они остаются... Какие ваши фотографии замечательные. Да, спасибо. И они все остаются на расческе. Я понимаю, что я вообще сейчас облысею. Я в ужасе. А мне, естественно, кому? Сразу к маме. Она мне говорит, ну что ты хотела, моя дорогая, если ты себе позволила... Все исключила. Да, абсолютно исключила. Срочно витамины. И, вы знаете, мне просто посчастливилось и повезло. Может быть, потому что организм был еще настолько молодой. Может быть, потому что не произошла никакая гормональная вот эта вот... Гормонального сбоя. В общем, вот просто повезло. Потому что я начала есть. Я сразу стала принимать комплекс витаминов. Я перестала окрашивать волосы, подстригла их тут же. И они у меня восстановились. Я уже потом себя держала в руках, ела творы, которые я не люблю. Но у меня много кальция, и он очень полезный. Ела всякие там полезные продукты. И, конечно же, я поняла, что ни в коем случае нельзя вот так взять из рациона, выкинуть... И на одних огурцах. На одних огурцах прожить месяц. Ну не делайте этого ни в коем случае. А вы с нами поделитесь каким-нибудь рецептом? А для волос очень просто. Коньяк и желток. Давайте это и сделаем, конечно. Хотите? Давайте сделаем. Конечно. А вы знаете, я думаю, что коньяк и желток, это вообще панацея от всех бед. Да, значит, коньяк мы выливаем сюда. Так. Так, теперь это все мы перемешали. Нет, желточек, коньячку-то было много. Давайте, Влада, я два желтка тогда. И хватит на двоих. Кстати, коньяк нужен для того, чтобы поры кожи расширились, голова прогрелась и могла хорошо впитывать те биологически активные вещества, которые находятся в желтке. А кому втирать-то будем? Можно мне. Давайте. Геннадий Петрович, закрывайте глаза. И теперь растительность на вашей голове. Так, так, так. Прямо сады. Сады вырастут к концу передачи. А вы знаете, вот как раз вы правильно делаете, что же вы говорите. Очень важно, чтобы когда мы делали ту или иную процедуру, мы еще мысленно представляли, допустим, рост волос и что-то говорили. Например, мои волосики растут как колосики. Мои волосики растут как колосики. Вот, да, да. Представляете, поле и колосики колощатся, колощатся, и волосы растут, растут, растут. А ведь он абсолютно прав, потому что слово было прежде всего. Да. Действительное слово. Не знаю, не знаю, не знаю, я хочу обратиться к специалисту, пускай... Скажет, значит, колосиков и волосиков. Да, поэтому я прошу вас, дорогие, присаживайтесь. А я приглашаю к нашему разговору эксперта, врач-терапевт, диетолог Елена Иванова. Сегодня у нас в студии. Встречайте. Здравствуйте, Елена Владимировна. Присаживайтесь, пожалуйста. Присоединяйтесь к нашей беседе. Скажите, пожалуйста, какие продукты могут вернуть здоровье нашим волосам? Ведь всё равно всё зависит от того, какой образ жизни мы ведём и чем мы питаемся. Ну, прежде всего, мне бы хотелось сказать, что в 80% проблемы с волосами – это не только питание. Нужно обязательно исключить достаточно серьёзные заболевания. Это заболевания щитовидной железы, это сахарный диабет, это эндокринные нарушения, которые возникают у женщин, вот бывает, послеродовый период. Это проблемы во время климакса. Также, ну, это достаточно доброкачественные нарушения, это когда генетические. Вот у мужчин особенно часто, когда у дедушки, у папы, и у сына. Да, и могу их обрадовать, и женщин, которые рядом с ними, чем более сексуальный мужчина, тем меньше у него волос. Потому что что такое выпадение волос? Это большое количество тестостерона, это взаимосвязано всё. Да, так что вот положительная сторона этого. Затем, это иммунные нарушения, которые у нас часто бывают во время стрессов. Человек перенёс сильный стресс и заметил, как у него остаётся на расчёске волосы не те 30, 40, которые, ну, как бы положены по норме, а это гораздо больше 100. А нормы ведь это не так много, от 50 до 150 волос, по-моему, да? Ну, где-то до 100, да. Леночка, вот тут я хочу немножечко остановиться, разъяснить, потому что Ирина Петровна, она как раз и хочет узнать, а как стресс влияет на наши волосы? Значит, что такое стресс? Стресс – это страдает наша иммунная система. И для того, чтобы наш иммунитет улучшился, нам обязательно нужны природные антиоксиданты, которые противодействуют этому стрессу и агрессивной внешней среде. Это витамин А, А, С и Е. А витамин В12, один из главных для волос. И В12, да. А точно, да? А, да, обязательно. Вот если я пришла после спектакля или репетиции, у меня там неприятность, всё очень плохо. Что надо срочно? Выпить морковный сок с витамином А? Самое лучшее – это раз в день томатный сок. Вот это самое лучшее. Вы знаете, что вообще красивые волосы – это тема серьёзная, и оказывается, она затрагивает все аспекты нашей жизни, и наше настроение, и наше питание, и наши эмоции. Давайте мы ненадолго прервёмся, после чего поподробнее об этом поговорим. Оставайтесь с нами на первом, не переключайтесь. В эфире первого канала ток-шоу «Малахов плюс». С вами студия, наша зрительная Геннадий Петрович Малахов. И нестравленная Елена Проклова. Волосы, зеркало, здоровье – это тема нашей сегодняшней программы. А вот можно ли вернуть истончённым, сухим волосам их былую красоту, мы с вами узнаем буквально через несколько минут. Вот сейчас, Геннадий Петрович, время нашей почты. Прошу вас. К нам в редакцию пришло письмо от Василия Антоновича Синякова. Он спрашивает много, слышу отзывов о лобчатке белой, при каких заболеваниях она помогает. Действительно, Василий Антонович, лобчатка белая является уникальным растением, которое, как говорят, содержит практически всю таблицу Менделеева. И поэтому это удивительное растение можно использовать для нормализации минерального и солевого обмена веществ в организме. Также для выравнивания гормонального баланса, что очень важно для того, чтобы человек был устойчив к разного рода. И как заболеванием, и внешним воздействием. И оказывается, ее очень хорошо использовать при заболеваниях щитовидной железы. Вот у нас кустик лобчатки белый. Красивое растение многолетнее. Посмотрите, какое оно бывает. Вот. Цветок. Мы с вами будем использовать корень этого растения. Надо взять примерно около 10 граммов корня лобчатки белой. Перемалываем на кофемолочке. Заливаем водкой в соотношении 1 к 10, то есть 100 граммами водки. Наставим в течение двух недель. Все. У нас настойка готова. Процеживать не обязательно. И будем принимать по 30 капель два раза в день перед едой. Спасибо, Геннадий Петрович. Дорогие телезрители, мы ждем ваших звонков и писем. Звоните нам по телефону 646-3456 и пишите по адресу Москва, 127-00, улица Академика Королева, 12. И обязательно оставляйте свои контактные телефоны. Старину приговаривали. Чем коса толще и длиннее, тем девушка милей. Даже серьезная профессия, мужская профессия летчика, не заставила нашу следующую героиню расстаться с косой. Встречайте, Нина Челикина у нас в гостях. Нина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы здесь на нашей программе. Мы любуемся всегда вашей красотой. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. У вас же серьезная мужская профессия. Как вот удалось оставить косу? Вы знаете, потом я уже привыкла к тому, что, в общем-то, заколешь волосы, заколешь косу, и они мне в течение всего дня не мешали. Но вы же летчик, там же какой-то шлем одевается, наверное. Нет, у нас были наушники, поэтому было это уже удобно. Реально? Да. А можете немножко рассказать о вашей работе? Сколько лет проработали? Я проработала 17 лет. 17 лет и еще занимаюсь спортом плюс. Ну, это получается где-то 21 год. 21 год в небе. От кого у нас следовали такие роскошные волосы? От любимых родственников, от бабушки, папы, мамы. То есть у всех была шевелюра? Да. У всех были хорошие волосы, густые, волнистые, темные. И чтобы их как-то поддержать, мы вынуждены были. Ой, какая ваша фотография, это же невозможно. Вот. После мытья ополаскивать их, делать небольшие домытья в маске, которые помогли. А самое главное то, что, значит, не нужно забывать о том, что перед этими масками для волос и после и ополаскивания для волос мы должны все-таки заниматься очищением. Как вот вы рассказываете, очищением организма. Скажите, пожалуйста, а вот ведь периодически мода на короткие волосы. Никогда не было искушения подстричь? Ой, еще какое. Это были 60-е годы. Была поголовная стрижка волос. И, конечно, я своими приходила домой, домашними, и просилась. Говорю, вот все остыглись, а я все с длинными хожу. Тоба мне сказали, не вздумай остричься. Все. И вот она у меня эта коса и осталась до сих пор. А как ухаживаете? Вот, например, ночью советуют заплетать длинные волосы в косы. Такие рыхлые, мягкие, для того, чтобы волосы не портились. Вы это делаете? Да, на ночь лучше заплести, потому что иначе тяжело расчесывать утром. А мыть волосы желательно, конечно, раз в неделю и не чаще. Иначе они потом, знаете, начинают становиться сухими. Если выходишь на улицу, то желательно, конечно, на голову одеть какую-нибудь тонкую легкую шляпу, чтобы они не высушивались под солнцем. Чувствуешь летом, что они уже такие суховатые, обязательно нужно сделать масочку для них до мытья минут за 30. Это делается репейное масло с крапивой, очень хорошо помогает. Чудесная маска. А поласкать хорошо голову, это, значит, настоем крапивы. Или берем, допустим, на даче древесный уголь, после баньки, после мытья волос, хорошо, вот, настойной водой на древесном угле. А в старину даже была такая маска. Брали кефир, добавляли туда залу и наносили на волосы. И считала, что эта маска очень хорошо питает и кормит волосы. Поинтересуюсь у Нины Анатольевны, она сказала, что делает очищение организма. А как вы его проводите? Ну, как вы говорили, с расторопшей, с петрушечкой. С расторопшей, с петрушкой. Да, с березовыми почками. А сколько вы завариваете расторопшей? Расторопшей, как написано на коробочке, с одну чайную ложку, столовую ложку. Одну столовую ложку семена расторопшей завариваете. Завариваете и пьем. Сколько литра кипятка? Ну, пол-литра достаточно вполне. Пол-литра, да? Настаиваете и потом пьете поскольку? Настаиваем в течение дня. Ну, вот получается стакан 200 грамм или пол-литра. И эти пол-литра или стакан нужно допивать уже в течение всего дня. Геннадий Петрович, наша следующая героиня считает, что если волосы потеряли былой блеск, стали тусклыми, ломками, пора браться за свое здоровье и чистить свой организм. Встречайте, у нас сегодня в студии специалист по естественному оздоровлению Маргарита Семеновна Ремпельс. Встречайте. Маргарита Семеновна, здравствуйте, доброе утро. Доброе здоровье. Мы очень рады, давно вас увидели на нашей программе. Прошу, проходите и присаживайтесь. Маргарита Семеновна, что поможет вернуть нашим волосам былую красоту, вернуть им блеск, здоровье? Просто к волосам надо подходить не внешне. Это как бы вспомогательное. К волосам нужно относиться как к органу, который все получает изнутри. Маргарита Семеновна, скажите, пожалуйста, что же делать? Давайте как-то изнутри себя оздоравливать. Ваши рецепты, прошу. Во-первых, я тут пришла вот с таким вот симпатичным цветочком. Я думаю, что нашей героине я с удовольствием это сегодня подарю. Ей пригодится. Спасибо большое. Ириночка Петровна, я вас очень хорошо, так сказать, по фильмам. Вы одна из моих любимых актрис, поэтому мне будет очень приятно. Вот. Но прежде чем я вам подарю, я расскажу, что с этим делать. Расскажите, что это такое, просто что узнать. Значит, ну, во-первых, здесь семя льна. Смотрите, вот это семя льна. Вот так она выглядит. А посижу, вы здесь сюда можете? Да, можно. Может быть, нам тут удобнее, да? О, посижу со звездами, как здорово. Значит, вот здесь семя льна. Я вам скажу, что у меня своя конюшня, лошади, там мы оздоравливаемся на лошадях. И для того, чтобы у них была хорошая волоса, то есть два раза в год, мы их прокармливаем семенем льна и смазываем им волосы маслом льна. И волосы у них такие красивые, блестящие, здоровые. О, хорошие. Ну, это невероятно. Это из этой серии. Поэтому, так сказать, льон и лошадям, и людям не помешает. Вы знаете, вы прямо точно в мой адрес, потому что я, во-первых, ломовая лошадь, просто всю жизнь работаю. По жизни. Вот, и еще, ко всему прочему, по знаку зодиака я лошадь. Поэтому я поняла, что это главное теперь целебное средство для меня. Вы знаете... Теме льна. Очень просто. И сюда, и сюда, всюду. Делайте киселек и пейте. Какая прелесть. Так. Как вы делаете киселек? Киселек ложки, заливайте литром крутого кипятка, два часа на водяной бане. Так. Остужается. И пейте три раза в день по полстакана. Какая прелесть. Спасибо вам большое. Букс, как минимум, 10 дней. Маргарита Семеновна, ну хорошо. Одно питание. Но ведь нам еще важно, чтобы это питание всасывалось в нашем желудке. Значит, желудочно-кишечный тракт должен быть чистым. Да. Как будем чистить? Это одна из проблем желудочно-кишечный тракт. Вы знаете, наверное, ничего лучше не придумало человечество, чем обычные очистительные клизмы. Не надо эти вот по 10-20 литров себя загонять. Два литра всего-навсего. Если вы туда добавите свежий сок, например, лимона. Клюквы. Или клюквы северяне. Сибиряки, у них же прекрасный облепих. Ну уж, в крайнем случае, яблочный уксус. Натуральный, не подкрашенный, а натуральный. Всего-навсего на два литра столовая ложка такого сока. И чайная ложечка соли. И утречком где-то, ну, биологически активные часы толстого кишечника с пяти до семи утра. Почистились. И курс такой, недельку, каждый день, неделю, через день, неделю, через два дня. И один раз в неделю, вот как мы голову моем, в баню ходим. На всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Уговорили, будем все это делать всей страной. Ирина Петровна, это вам. Спасибо вам большое. Я предлагаю за комментариями обратиться к специалисту. У нас сегодня в студии врач-трихолог Георгий Абрамов. Георгий Борисович, здравствуйте. Добрый день. Очень рада, что вы это утро проводите с нами. Спасибо большое. День добрый. Хорошо, присаживайтесь. Георгий Борисович, скажите, пожалуйста, есть такая деликатная проблема, которая, как не стану, сейчас включает на каждом углу. Перхоть в волосах. Это результат все-таки неправильного внутреннего состояния организма? Или все-таки это какие-то внешние параметры? Смотрите, перхоть появляется в том месте, где встречается грибок, и наша недостаточная защита организма в этом месте. То есть местный иммунитет и, как правило, повышенная сальность. Для грибка это идеальная почва. Он садится, размножается, растет и так далее. Поэтому чаще всего его можно вылечить специализированными средствами, но иногда бывает так, что один не помогает шампуне, другое средство, лосьоны. Если это так, тогда стоит обратить внимание на иммунитет, на желудочно-кишечный тракт, это всегда. И посмотреть, что можно сделать. То есть опускать руки не стоит? Нет, конечно. Перхоть это такое смешное, это легко лечится. А что есть не смешное с нашими волосами? Смешное это когда они начинают редеть. И нужно разбираться, искать причину. Но вот стресс однозначно влияет на здоровье наших волос. Безусловно, да. Но если взять статистику обращаемости, то стресс все-таки на третьем месте. На первом месте гормоны. И половые, и щитовидные, и дальше желудочно-кишечный тракт. То есть эндокринная система заняется? Всегда на первом месте 99% случаев это ее. Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, который касается абсолютно каждого человека. Это вопрос чистоты мытья волос. Мойте голову так часто, как вам это нужно, но подберите правильный уход. В таком случае, может быть, рецепты народные помогут. Ведь в народе моют голову и хлебом, и моют яйцом, и моют горчицей. И это, в общем, достаточно такие... Есть важный момент, смотрите. До тех пор, пока речь идет об уходе за волосами, то есть за стволом волоса, мы можем пробовать все, что угодно. Как только мы переходим границу и речь идет о выпадении, то мы должны понимать, что наружными средствами, как правило, это не решают. А что тогда вы можете рекомендовать как средство от выпадения волос? Правильное питание? Неправильный вопрос. Простите меня. Индивидуально. Так нельзя спросить. Средство от выпадения волос, номер один, это диагноз. Это диагноз. Почему они выпадают? Где причина? Только после этого мы можем уже дальше расписать все остальное. Вы знаете, мы очень много интересного уже узнали из нашей сегодняшней программы, но самые потрясающие рецепты у нас еще впереди. Поэтому оставайтесь с нами на первом, не переключайтесь. В эфире первого канала ток-шоу «Малахов плюс». И с вами в студии Геннадий Петрович Малахов. И великолепная Елена Проклова. Тема нашей сегодняшней программы – волосы, зеркало здоровья. Французские ученые установили, что оказывается, даже наши умственные способности зависят от состава наших волос. Тот, кто предрасположен к умственному труду, в составе своих волос имеет больше цинка и меди. Еще много удивительного мы узнаем о наших волосах, но сначала Геннадий Петрович ответит на вопросы наших телезрителей. Прошу вас. Светлана Валентиновна Птицына из подмосковного города Ходькова пишет. «Меня несколько лет уже беспокоит варикоз. Ноги как чугунные. Что посоветуете? Подскажите рецепт, который сможет мне помочь». Светлана Валентиновна, вы в первую очередь должны обратиться к врачу, чтобы он поставил вам диагноз. А я, со своей стороны, вам дам рецепт, который очень хорошо помогает снять утомление с ног. Для этого мы с вами возьмем 1 литр молочной сыворотки. В сыворотке содержится очень много микроэлементов, которые нужны для эластичности наших вен. Туда мы добавим с вами полыни. Насыпаем, Леночка. 1 столовую ложечку полыни. 1 столовую ложечку сушеницы топяной. Все это с вами перекипятим. Процедим. Теперь марлечку мы с вами смачиваем. Смочили. Аккуратненько отжимаем. Чтобы не текло. Вот. И прикладываем к больному участку ноги, где имеются у нас вены. Сверху компрессную бумагу и закрепляем эластичным бинтоном. Делаем на ночь? Курс лечения у нас будет 2 недели. Лучше все это, конечно, процедуру делать на ночь. Правильно? Спасибо большое, Геннадий Петрович. Дорогие телезрители, мы ждем ваших звонков и писем. Звоните нам по телефону 646-3456 и пишите по адресу. Москва 127-00, улица Академика Королева, 12. Пожалуйста, сообщайте свои контактные телефоны. Самые длинные волосы на планете принадлежат китаянке. Их длина 3 метра 28 сантиметров. А наша следующая героиня растила свои волосы 50 лет. Интересно, какой они длины? Встречайте, Татьяна Письменная у нас сегодня в гостях. Татьяна Гавриловна, здравствуйте. Доброе здоровье. Как же это красиво. Боже мой. Это просто чудо какое-то. Здравствуйте. Какой длинный ваш голос? Вы знаете, вот волосы у меня сейчас, ну вот видите, во мне метр шестьдесят пять, ну около двух метров. Вообще-то самая длина большая волоса у меня была 2,75. 2,75? Да, ну вот так случилось со мной несчастье, я заболела и вот пришлось мне подкорректировать. Ой, это ваши фотографии. Вот они в самый роскошный момент. Да, вот 2,75. Я расчесывалась, стоя на табурете, потому что на метр еще волосы были длиннее, чем я ростом. Слушайте, красиво очень, но присядьте, пожалуйста, и расскажите нам. А как это сложно. Прошу вас, присаживайтесь. Ухаживайтесь за такими волосами. Как с ними жить, да, вот действительно. Можно с вами? Конечно. Это ведь, это вот мы видим сейчас фотографию, сколько вам лет? Здесь я училась, была студентка на третьем курсе. Я училась, мне было 22 года. А какой длинный были косы? Ой, тогда я их не мерила. Пока я не участвовала в конкурсе, я никогда... Просто длинные и длинные. Да, да, растут и растут. А кто отрастил вам такие волосы? Ведь наверняка в детстве хотелось и отстричь, и мешали. Вы знаете, у меня вот с обеих сторон две тетушки, и с папиной, и с маминой стороны. У них были длинные волосы. Вот с папиной стороны тетушка, у нее были вообще самые длинные волосы в селе. Ну, мои волосы, когда она увидела, она удивилась и сказала, что таких волос я не видела. А кто, мама приучала вас отращивать волосы? Вы знаете, вот чтобы приучал кто-то, нет, никто меня не приучал. Ну, вот брат у меня, у меня два брата, средний брат, как-то мне всегда, я порывалась подстричься. И он говорил, что нет, не надо, будешь как все. Да, останавливал. Потом у меня был такой случай, что перед выпускным баллом я хотела тоже сделать себе стрижку. Но я пришла, и парикмахер отказался стричь. Молодцы парикмахеры. Ну, потом вышла замуж, и вот у меня еще появился поклонник, вот муж, он за то, чтобы я не стриглась. Ой, какая фотография! Это ваш супруг воздержит? Да, да. Вот когда самое приключилось, вот это несчастье, я заболела, и мне, я думала, что мне придется вообще подстричься. А что за болезнь была? Вы знаете, я заболела просто ангиной. Ну, у меня так тяжело протекала эта болезнь, так долго была температура, я долго лежала, и потом я не смогла, вот, я думала, мне вообще вот так придется стричься. Вот до того вот волосы стали вот все спутанные. Ну, я вымыла голову, я после мытья просто не смогла расчесаться. Ой, и пришлось в части волос расстаться. Да, вы знаете, мне раньше казалось, что для меня легко, ну, сделать стрижку, подстричься, а когда вот это случилось, я вот поняла, что вообще вот это как-то со мной так связано. Невозможно расстаться. Да, вообще для меня это была трагедия. А тяжело на голове носить такое количество волос? Вот, наверное, несколько килограмм. Ну, я не знаю, мне не с чем сравнивать, я, потому что вот с детства как-то, вот 9 лет у меня есть фотографии, там я со стрижкой была, а так постепенно как-то я, вот как вес набираешь, когда незаметно, незаметно потихоньку, так вот волосы росли, росли, я как-то привыкла к этому состоянию. А вот скажите, я где-то читала или тоже слышала, что волосы очень любят, когда их стригут. Это необходимо, чтобы убрать ненужные, лишние, вот там секущиеся волосы. Они любят, чтобы они были пострижены? Ну, нет, ну, это такая ваша отличительная такая черта. Ну, я потихоньку стригу, я всегда обязательно. И еще вот скажу секрет, ну, я не знаю, как это все связано, но вот я помню, вот у меня же тетушки были с длинными волосами, и вот они говорили, что вот как увидишь молодой месяц, вот с места не сходи, даже если у тебя нет ножниц, откусывай кончик, тогда у тебя будут расти волосы. Вот не знаю, правда или нет, но я так иногда делаю. Расти коса до пояса, не вырони ни волоса, говорят в народе. А что для этого нужно делать, знает наша следующая героиня. Встречайте, Валентина Боус у нас сегодня в гостях. Валентина, здравствуйте. Доброе здоровьица. Ну, покрасуйтесь, это так выглядит, замечательно. Очень рада вас видеть. Присаживайтесь, спасибо большое. Проходите. Спасибо, женщины. Спасибо. Краса, девичья, краса. А в детстве такой же были огненно-рыжая? Да, вот в детстве, да, такая же огненно-рыжая. Сестричка у меня пшеничная. Где-то, наверное, в 10 лет я стала выращивать свою косичку. А вот почему стали выращивать? Вот я обычно в этом возрасте лень расчесываться, ухаживать за ними. Ой, как-то вот не знаю, как-то мама мне так, наверное, вот... Привела эту любовь, сказала, что это ваша отличительная черта. Папа тоже. Потому что папа рыжий у меня. Мама родинка, да. Скажите, пожалуйста, ну, раз в вашей семье с таким уважением относятся к волосам, значит, и рецепты знают какие-то необыкновенные? Да, конечно, конечно. А с нами поделитесь? Обязательно. У меня рецепт простой. Пойдемте. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Родители, все рыжие и все с конопушками. Это они пришли на съемки, потому что они должны были все быть рыжими. Это было такое потрясающее ощущение. Солнышко было, да? Абсолютно. Солнечный весь павильон. Такое количество потрясающих таких рыжих людей. Это очень здорово. Это здорово. Это огромное богатство, редкость. Здорово, да. Ой, как вкусно пахнет. Уже луком так. Теперь нужен коньячок. У нас все с коньячком, да. Коньячок, столовая ложка. Ну, как бы, да, столовая ложка. Желток, это тоже... Иной Петрович, помогите, пожалуйста. Желток надо как-то отделить, и вот сюда. И еще сюда нужно мед. Вот столовую ложку. А давайте еще вам, да, сверху нещутся от этого, нет? Нет. А вот запаха потом нет от лука? Ой, я хотела это упустить. Вы знаете, запах потом жуткий. Сколько здесь? Ой, долго. Месяца три. Нет, это нам не пройдет. Правда, что? Месяца три, и вот если попадаешь под дождь, то совершенно жуткая история. Ну, может быть, окружающие не чувствуют, но ты сам это просто ощущаешь и умираешь. Ну, что делать? А зато эффект, наверное, сильный. Эффект от этого начинают расти волосы просто вот, если их нет, они начинают расти. Это проверенный рецепт. Надо попробовать. Я хочу обратиться к специалисту. У нас сегодня в студии врач-трихолог Георгий Абрамов. Георгий Борисович. Это очередной миф. Это что делать шоком? Мазать, не мазать. Правда, что-то вырастет. Если вас запах не будет беспокоить, то, конечно, это замечательно раздражающее средство, которое вызывает и прилив крови, и питание, и все будет хорошо с волосами. Ну что ж, спасибо большое и за ваши комментарии, и за ваши рецепты. Благодарю вас, дорогие. Давайте надолго прервемся, после чего поговорим о всевозможных мифах, которые касаются наших волос. Оставайтесь с нами на первом. Не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире первого канала ТОП-ШОУ МАЛАХОВ ПЛЮС. И с вами в студии наш уважаемый Геннадий Петрович Малахов. И несравненно Елена Прохова. Миф или реальность, то, что если волосы все время подстригать, они будут расти все лучше и лучше. На эти и другие вопросы ответит нам специалист. Встречайте, у нас сегодня в студии художник по прическам, заслуженный мастер Регина Редичева. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Регина Александровна, здравствуйте. Доброго здоровья. Здравствуйте, здравствуйте. Давненько вы ко мне приезжали. Весью рада вас видеть. И мы вам очень рады. Не идут своими, как говорится, чтобы рассказывать. Рассказывать всякими. Да, не устаю. Прошу, присаживайтесь, Регина. Прошу вас. Регина Александровна. Расскажите, пожалуйста, вот стиль, мода эпохи, это все отражается в прическах. Какие были прически с какими-то кораблями, всевозможными вазами? Обязательно. Когда-то были лысые модно. Обязательно. А сейчас? Все это. Сейчас я 55 лет отдала этой профессии. И я вам хочу сказать, я хочу сказать, жду не дождусь, когда закончится вот это издевательство над женщинами. Вот это лохматые головы, которые волосы висят, и бедные женщины. Ведь у женщины самые красивые места. Это шейка, уши. Это буквально, вы посмотрите фильмы тех времен. Свою прическу одобряете? Одобряю. Да. И с вами отдельный разговор. С вами. С вылью, она срочно уходила. И представьте себе, что это вот, если раньше женщина утром выходила из своей спальни, она в таком виде выходила. Но теперь деловой костюм, и все, буквально, она главный инженер или кто. Вот на голове не волосы, а, извините, лохмотик какие. Надо какая-то форма, чтобы была. Если ты не хочешь, и у тебя не получается длинный волос носить, и их привести в порядок, значит, должна быть красивая стрижка. Расскажите какие-нибудь нам секретики. Ну, какие секретики? Вот знаете, друзья, секретов больших нет. Я много прослушала, там сидела, и скажу, что травки-муравки – это хорошо. Но нам нужны нашему телу человеческому протеины. Вот все наши, все наши клеточки и волосики просят протеины постоянно. И даже могу сказать вот такую одну вещь всем, потому что я люблю людей, хочу добра. Ложитесь спать на ночь, делайте глоточек. Хотите оливкового, лучше всего, хотите подсолнечное, какое у вас есть масло. Получается дюбаж такой. По кишечничку пройдет эта маслица и попитает весь ваш организм. У вас вся кожица вот везде и всюду. Вот мне 74-й год. Я уже старенькая. Но я знаю, этим горжусь, что вот у меня тело всегда эластичное. Всегда буквально я в день даже могу два раза в душ принимать, и все. Ну, как будто маслом меня намазали. Это хорошо. Делайте это, меня вспомните. Редина Александровна, спасибо большое. Все воспользовались тем, что вы нам рассказали. Спасибо большое. Наша следующая героиня Валентина Михайлова. Встречайте. Валентина Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Проходите, пожалуйста. Я вам перезла с Волгоградской области. Хороший рецепт, очень старинный. Это достался от моей бабушки. Это рецепт от седых волос? Рецепт от седых волос. Чтобы они секлись и быстрее росли. Вот у меня выросли за два года. А были? А были коротенькие-коротенькие, совсем короткие. Потрясающе интересно. Расскажите. Вы знаете, по 50 грамм всего насыпаем сосновые шишечки. Так. Потом берем шиповник, тоже 50 грамм, тысячелистник и зверобой. Вот одно и второе. Это зверобой и тысячелистник. Все высыпаем, тоже по 50 грамм. Заливаем тремя литрами. Можно теплой водой. Ставим на огонь. На медленный огонь. И два часа это все томится. Потом снимаем все. Укутываем. 24 часа у нас стоит это все. Потом процеживаем. Берем. Все отжимаем. Концентрированный раствор такой получается. Все у нас там это, да, все это процедили. Все, хватит. Угу. Так. Вот это все отжали. Так. Крепко, хорошо отжали. И начинаем добавлять сюда... Раствор. 250 грамм коньяка. Угу. Вот он. Это коньяк. Так. 200 миллилитров алоэ. Чагу добавляем. Ну, мы ее готовим. Тоже кипятком заливаем. Добавляем немножечко, прокипятим минут 5-10. Вот. И добавляем сюда. Угу. И 500 грамм меда. Меда. Ага. Это все. Так. Все перемешиваем. У нас получается такой красивый цвет. И что мы с ним делаем? Мы ставим его в холодильник. Можем не подогревать. Берем. И вот так вот пьем. Пьем, да? По ложечке. Три раза в день. По столовой ложечке. По ложечке. За 30 минут до еды. И я это пропила. Больше трех литров получается. Почувствовала себя очень хорошо. Бодрая. И волосы стали расти. И волосы стали расти. Спасибо вам большое. Прошу присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу обратиться еще к одному эксперту. У нас сегодня в студии врач-косметолог Людмила Матерьевна. Мазепа, здравствуйте. Людмила Яковлевна, сегодня в нашей программе прозвучало столько рецептов. Были такие замечательные герои. Что вы можете сказать в дополнение к тому, что здесь было? В дополнение к тому, что сегодня говорили, хочу сказать только то, что наши волосы – это показатель нашего здоровья, внутреннего здоровья. Сейчас у нас лето на дворе, да? У нас есть с вами листики березы, у нас с вами есть цветочки липы, у нас с вами есть подорожник, у нас с вами есть крапива, календула. Все это можно совершенно спокойно наносить на свои волосы. Если мы возьмем с вами по 5-6 ложек вот того, о чем я вам сказала, каждой подельности, и будем заливать это примерно стаканом горячей воды, минут 20 постояли, да, настояли, и втираем теплый раствор в свои волосы. Великолепная вещь. Еще есть очень хороший рецепт. Я вам рекомендую в качестве сухого мытья попробовать растолочь мелко-мелко зерна, семена петрушки, да, и просто втирать вот это вот замечательное средство, как муку. А вы знаете, у нас есть как раз сюжет на эту тему. Давайте вместе его посмотрим. Давайте, давайте. Внимание на экран. Доброе утро, дорогие телезрители. Доброе утро, Елена Игнатий Петрович. Я актриса, и, конечно же, для работы в кино и в театре, особенно для крупных планов, очень важно быть всегда в форме. Я пользуюсь народными рецептами. Это настой из кожуры яблок. Мы возьмем яблоко, очистим кожуром и зальем это кипяточком. И дадим этому настою отстояться. На литр кипятка вам понадобится 3-4 яблока. Заливаем, накрываем крышечкой, даем этому отстояться, и потом вы процеживаете, и можете ополоснуть этим настоем волосы. Или я беру вот так ватными дисками, беру пряги и потираю. Еще один из любимых моих рецептов – это пудра из семян петрушки. Мы берем семена петрушки, засыпаем их в кофемолку, перемалываем. Мы ею посыпаем голову. Дорогие друзья, я желаю вам удачи. Дорогие друзья, экспериментируйте, пробуйте эти рецепты. Мне кажется, что ваши волосы будут блестящими, шелковистыми, объемными. И хорошего вам настроения. Вам нравится? Нравится. Я могу быстренько-быстренько все это объяснить. Дело в том, что в петрушке содержится большое количество фолиевой кислоты. И оно дает нам возможность с вами укрепить наши волосы, укрепить наши ногти, укрепить нашу кожу. Потому что фолиевая кислота для нашего организма является буквально фактором роста. А вот если говорить о кожуре яблок, то в любой кожуре, любых фруктов и овощей – это защитная система для любого фрукта и овощей. Поэтому вот то самое вещество, которое называется кверцетин, которое содержится в кожуре, оно прекрасно создает на нашей коже, на наших волосах, защитную пленку, которая помогает бороться с окружающей вредоносной средой. Спасибо большое. Поэтому будем пользоваться этим. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Геннадий Петрович, что нам всем ждать от завтрашних лунных суток? Завтра, 24 июня, четверг, 13 лунные сутки. Считается, что завтра активнее идут процессы омоложения организма. Этот период благоприятен для лечения, профилактики и протезирования зубов, а также для косметических и пластических операций и лечения целлюлита. Очень полезны в 13 лунные сутки массажи и водные процедуры. В теплое время года хорошо бы весь день пробыть на свежем воздухе, общаясь с природой. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Мы надеемся, что после сегодняшней программы ваши волосы будут колоситься, как хорошее пшеничное поле. Пользуйтесь этими рецептами, обязательно любите себя, любите свою внешность, свои волосы. У вас обязательно все будет хорошо. До встречи. С вами была программа «Малаков плюс». Доброго вам здоровья. Спасибо.